С вами Владимир, а это значит очередное путешествие выходного дня, безусловно семейное, по Латвии. И направляемся мы в самый популярный маршрут этого года Латгалия. Попробуем ее кухню на вкус, а точнее это будет Даговпилс. Посмотрим, чем же Даговпилс нас попочивает. Посмотрим озеро Черта, это топ достопримечательности Латгалии. Шикарное место, сбегай вперед скажу. Также посетим святыню, это Аглонская базилика, это самое святое место в Латвии. Заскучим в Минезо, у нас же все-таки детское путешествие. Посидим немножко базилики, насладимся музеем Марка Ротка, который находится. В крепости города Даговпилс. Но сейчас по традиции реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Это город Рига. Аглонская базилика. Билсернодский замок. Наши достопримечательности, наша кухня. Наш напиток. И наша строительная компания. Бригада 1. Спонсор этого выпуска. Поехали. Итак, остановились мы в отеле Сан-Мари. И, внимание, сейчас лето, жара по 30, а мы проснулись утром. И представляете, отель Сан-Мари предлагает 2 часа бесплатно сауны. То есть здесь каскадник, гидромассажный бассейн. Это ты утром становишься и поплыл, наслаждаешься. На улице 30, поэтому заскочим в баню. Турецкая, ладно, это дамский вариант. Но финская выдает 110 градусов. Знаете что? После 110 градусов 30-ти градусная жара на улице кажется прохладой. Это вам мужской совет, конечно, дети и женщины думают по-другому. Но приятно то, что в комплексе отдыха Сан-Мари предлагаются не только услуги отеля, а ресторана, детского кафе, посещение спа, тренажерного зала и 3 банкетных зала. Отель Сан-Мари, помимо того, самое дешевое предложение. Далгов плюс. Самый честный обзор на сей раз это будет отель Сан-Мари. Значит, с точки зрения дизайна, он здесь умеренно постельный. То есть, просто я занимаюсь самым интерьером дизайном, и многие вещи я бы сделал по-другому. Но, с другой стороны, ты приезжаешь сюда отдохнуть мозгами. И это хорошо, что здесь есть то, что возбуждает твой мозг. Итак, начнем с кроваток. Кроватки у нас интересные были. Мне понравилась вот эта штуковина. Это когда смотришь телевизор, ты можешь сидеть, и она довольно мягкая, и она ровно под двумя загрузками, там, где люди спят. Подушки удобные. Может быть, не самые лучшие, но удобные. Матрасы здесь не американский вариант, как хотелось бы, но тоже вполне себе удобно. Что интересно, соответствует рисунок цвета рисунком на обоих и текстуре занавеса. Довольно прикольно. Из плюсов, если у вас окна будут на железную дорогу, а вы с детьми, значит, это не слишком такая действующая железная дорога. И поезд, к сожалению, проходит не так часто, как хотелось бы. Мы с детьми, и у нас было здесь окошко, да, Никуша? И каждый раз, когда поезд двигался, Ника как сумасшедшая беззажала к окну и смотрела на паровозик Чагингтон, да? Да. Видели его? Дальше. Дальше, что мне понравилось, вот как обычно, эти бесплатные вкутняшки. То есть, у нас здесь три в одном кофе, два вида чая, зеленый и черный. Весьма комфортные ложечки, чайничек, если вдруг захотели. Но больше всего понравилось, вот смотрите, Сан-Мари. Эта штука прям сделанная. Это ты ее берешь и спокойно ставишь в кровати. Довольно удобно, как мне показалось. Шкаф для загрузки. Ничего себе, в принципе, плазма. С каналами, телевизионами, конечно, все бедновато. Обычно неплохо, когда тут есть там пять немецких, пять русских, пять английских. Здесь преимущественно местные, и смотреть, честно говоря, по ТВ, ну, точно нечего. Так, у нас здесь такой душик. Туалет. Жизнью потрепанный. Туалетик. И, в принципе, все, что нужно для спартанской жизни. Да? Да. Ну что же, это был честный обзор, и хочется делиться действительно чем-то честным. А, это не реклама. Забегай вперед, скажу сразу. Мне по душе понравился этот отель. Вовсе не из-за того, что там все отлично. Дело в том, что он расположен в здании бывшего железнодорожного вокзала. Я страшный путешественник. С четырех месяцев я путешествую. И, в основном, моя семья раньше путешествовала на железнодорожных поездах. И поэтому для меня это особенно трогательно. Но, тем не менее, у нас завтрак. И давайте все-таки будем объективными. Завтрак не такой, как в Польше, но и не такой, как в Эстонии. То есть, там слишком скромный, там слишком щедрый. А здесь, в Латвии, традиционный завтрак, вот он именно так и выглядит. В принципе, голодным вы не останетесь. Есть абсолютно все, включая улыбку владельцев этого заведения. И вот, например, моя порция. Я попробовал и лисички, и сосиски, и омлетики, и блинчики. Вешу 105 килограмм. Я был сыт. Сказать, что кто-то из семьи жаловался на то, что завтрак был плохо, это неправда. Но, тем не менее, он не мега шикарный, но достойный. Итак, спасибо, Сан-Мари. А мы отправляемся в путешествие по Латгалии. И это мы едем по городу Даугавпилс. Это дроболитейный завод. В него мы не попали, к сожалению. Карантин, ковица закрыта. А сейчас мы проезжаем, могу ошибаться, но, по-моему, это храмовая гора. То есть, гора, на которой находятся все церковные конфессии. Православные, староверы, католики, лютераны. И все они собраны в одном месте. Шикарный трамвай. Знаете, у меня дети никогда не ездили на трамваях. И у нас был большой соблазн прокатиться на этом трамвайчике. Но, однако, у нас путешествие не по Даугавпилсу, оно будет позже, а по Латгалии. И поэтому мы отправляемся в Краславу. Это Латгалия. И вот я вам скажу, это не Латвия. Посмотрите, пожалуйста, то, что вы видите на экране. Это, может быть, глубинка России, Белоруссии, что-то такое. Ну, тем не менее, это локационное путешествие. И так мы в Краславе. И вот что делает твой выходной? Наш выходной сделал вот этот музей. Это, как же он правильно называется? Это музей кукол, который находится в Краславе, на чердаке туристического краславского экспозиционного комплекса. Там, где усадьба графа Флятора, кажется, он так называется. И вот эта милая женщина сделала наш день. Мы зашли сюда на минутку, остались на полтора часа. И это были лучшие эмоциональные воспоминания этого дня. Отдельно мы посвятим вот этой вот леди следующий видеоролик. И я думаю, это будет достойный видеоролик, потому что вы не посмотрите, что такое музей кукол в Краславе, а вы проникнетесь этим. Его не нужно видеть, его нужно услышать, его нужно вслушаться в него. Это действительно мега шикарная экспозиция. Владельца ее Ольга Грибулы, которая живет в Англии. Это женщина, которая собирает фарфоровые куклы со всего мира. Вот она, это для нее как дань тому месту, где она родилась. Сейчас она занимается дизайном, успешный человек в Англии. Но тому месту, откуда она выросла, она благодарна. И здесь она создала вот такой уникальный музей для этого места. И с точки зрения посещений, если вы даже не с детьми, а просто хотите историческую экскурсию, вы ее здесь получите. Однако усадьба графа Фляторов. Правильно ее так называть или неправильно, это неизвестно, потому что на этом месте было много усадьб, много владельцев. Но, видимо, все закончилось на графе Фляторе, потому что при нем здесь был пожар. И, соответственно, он уничтожил усадьбу и поставил на ней крест. Поскольку у нас локационное путешествие, мы гуляем здесь с семьей. И нам эта усадьба действительно понравилась. Итак, мы знаем, что в Латвии 2000 замков и усадьб, которые стоит посетить. Это просто одна из них. Даже в путешествии до Даугова в Пилце их есть десятки. Мы о них рассказывали ранее. Но она нам очень зашла. Нам понравилась локация. То есть она расположена на горе. Там прекрасный вид. Прекрасный вид на Латгалию. А Латгалия – это государство в государстве. То есть это Латвия, но немного другая Латвия. То есть нам, латышам, внутри можно путешествовать в одной стране, как будто бы мы оказались в другой. Мое личное и субъективное мнение, безусловно. Здесь прикрасный ландшафт. Не парково-дворцовый, а больше сельско-релаксовый. Я его так называю. И он очень зашел. То есть мы гуляли здесь порядка часа. И наслаждались, надо сказать, этой прогулкой. Усадьба графа Флятора в запустении. Ну, я прикинул, так, это примерно 1200 квадратных метров. И если бы в моей фирме заказали ремонт, он бы обошелся полтора миллиона евро. Для того, чтобы полтора миллиона евро окупились, это надо 100 человек ежедневного посещения. По 15 евро вход. Но, видимо, местные власти вкладывают деньги, наверное, во что-то другое. Понравился мне вот этот грот. Я знаю, что это точная копия грота, который находится в Португалии, в усадьбе Маркиша Пампадура, в дворце Маркиза. И я там видел точно такой-то грот. Этот грот для летнего времени. Это мое субъективное, опять же, мнение. Мы не застали экскурсовода. Но знаете, в наше время, когда жарко, включают кондиционер. А в те времена, когда жарко, делали гроты, в которых можно было попить чай, побеседовать, отдохнуть в комфортной обстановке. И мы как раз попали в 30-ти градусную жару. И этот грот прям очень хорошо зашел. Родничок внутри, прохладненько. И хоть немножко зашли в кондиционированную природную комнату, где немножко, скажем так, охладились. Ну, это дало нам немножко бодрости для того, чтобы продолжить изучать усадьбу графа Флятора. Усадьба старая. Но, опять же, трудно определить ее возраст. Потому что, если мы зайдем в Википедию, с ума сойдем просто читать про эту усадьбу. Чего только она не пережила, кем она только не была. Два часа ушло у нас на посещение Краславского поместья. Отличный музей кукол. Отдельный обзор будет немножко позже в следующем ролике. И нам зашла Краслава. Знаете, что сказала нам экскурсовод на вопрос, а что тут делать у вас? Она ответила, жить. Здесь можно хорошо жить. То, что нельзя обычно в городе. За Краславой находится наша святыня. Это, наверное, единственное святое место, святая земля на территории Латвии. Оглонская базилика. И мы подъехали к ней. Оглонская базилика. Там находится икона Божьей Матери. Наиболее известная как католическая святыня. Опять же, я субъективно говорю, вроде бы как у католиков молитва на истукана всегда происходит. Но это икона. Не буду лезть туда, в чем вообще не соображаю. И для нас это прежде всего локационное путешествие было. Но здесь действительно земля богата энергетикой. Это ты чувствуешь в каждом взгляде, в каждом человеке. И это трудно скрыть. Мы зашли в церквушку. Давайте послушаем немного, если вы не возражаете. То есть мы зашли тогда, когда шла молитва. И вы знаете, что здесь бывают дни в День Богородицы, когда здесь собираются до ста тысяч паломников. Сто тысяч паломников идут, кто две недели, кто больше, пешком. Для того, чтобы провести здесь совместное богослужение. Происходит это 15 августа. И это наша латвийская мека. Это для латышей очень важно. Творная икона Девы Марии. Высокочтимая не только латвийскими католиками. И у этой иконы есть, опять же, своя интересная история. У нее есть сестра. И чем отличается сестра этой иконы от другой, вот если присмотреться, там есть цветочек, который держит Богородица. И на этой иконе, если не ошибаюсь, красного цвета в Липецке, а у ее сестры, икона, которая находится в Тракайском костле, это Литва, красного цвета. И историки до сих пор спорят, какая же икона является копией, а какая оригиналом. Но они обе мироточат, они обе лечат, и если присмотреться, то там под иконой есть место, доказательства людей, которые исцелились, молясь на эту икону, и просяк Господа о своих каких-то проблемах. Надо сказать, что здесь необычайно красиво. Ранее говорил, это богатое энергетикой место, и даже если вы человек неверующий, вы это чувствуете здесь, ну, каждым нервом, наверное. Оглона. Оглона в переводе с местного лангальского как еловый лес. Ну, так, по крайней мере, сказано в Википедии. Первое упоминание было в 1236 году. Раньше это была территория Литвы. Владение Мидоугов. Это, по-моему, самый почитаемый князь Литвы. Тут же он был убит и похоронен своей семьей. О месте до сих пор спорят. И это такое интересное место, где сливаются, скажем так, плавильный котел и литовская культура, и русская, и латышская, и немецкая. И этим, ну, наверное, интересно Латгалия. То, что, как я говорил, мы из Латвии, мы можем внутри Латвии оказаться в совершенно другой стране, хотя это часть нашей страны. И это очень интересно. Первая церковь была здесь построена в 1669 году. Представляете? После явления Пресвятой Богородицы. Это было во время Речи Посполитовой. Ну, если кто историю знает, я, честно говоря, не очень. Ну, здесь можно долго сидеть и это слушать. Отличная акустика, прохладно. Насколько это вообще... Ну, это божественно красиво, как по мне. Существует много теорий о прохождении Глонской Богородицы. Вероятнее всего, она была доставлена из Литвы монахами-доминиканцами. Этот образ издавна прославлен как чудотворный. Надпись на серебряной раме, сделанная в 1834 году. Она гласит, что это подлинное изображение Оглонской Богородицы, которая в течение 134 лет известна своими чудесами. То есть, чудотворная икона. Образ Божьей Матери находится за особым металлическим экраном, который поднимается только в торжественных случаях. Позади алтаря находится хранилище, в котором собраны многочисленные свидетельства целительства иконы. Мы тоже оставили здесь свои свечки. Приятно то, что здесь никому ничего не надо платить. Обратите внимание, как живет епископ. Это, конечно же, я так случайно заглянул. Это не для посещения. Ты можешь зайти к этому парню. Это просто вверх скромности. То есть, вот самый главный парень, священник, который здесь живет, вот я просто забежал туда, куда нельзя. Представляете? Здесь не нужно платить за свечи, покупать святую воду и делать еще что-то. Здесь есть ящики для пожертвования. Вы можете прийти и просто туда оставить какую-то копеечку. Никто вас об этом не просит. Ну, это дополнительно прикольно. Находится это все на озере. И около озера есть чудотворный родник. То есть, там действительно были проведены научные исследователи и это действительно вода лечащая и полезная. Я интереса ради попробовал ее на вкус. Вкус необычный. Ну, и, конечно, по традиции мы набрали с собой воды. Ну, и на этом, собственно говоря, наше посещение базилики закончено. Но это всегда трогательно, всегда волнительно. И каждый латвиец, приезжая сюда, он помнит эти дни. И это одно из важных мест достопримечательностей. Рядом с Аглонской базиликой находится музей хлеба. И поскольку он во всех путеводителях, мы, конечно же, его посетили. Но вот беда. Это окрестности музея хлеба. Все дело в том, что сейчас пандемия и нужно записываться за неделю, чтобы вам провели экскурсию о том, как рождается латгальский хлеб. Ресторан здесь есть внутри. Можно покушать блюда, хлебные супы, хлеб там на второе. Ну, всевозможные вещи. Я не ел, я только слышал. И поэтому мы немножко расстроены, что мы просто походили. И когда мы зашли в магазин, где можно купить хлеб, ну, выглядит, как какая-то дешевая сельпо-лавка в каком-то таком нехорошем доме, грубо говоря. Поэтому нам не зашло. Наверное, если бы мы были внутри, ощущения были бы другие. Дальше мы двинулись искать себе на одно место приключений. И навигатор завел нас не туда. Ну, это стандартная история, не так ли? Попали мы в передрягу, но ничего, папа совсем справился, был ураган, как бы повалило деревья, навигатор нас вез почему-то лесами. Видимо, там дорог других и не было. А ехали мы Юрито, мини-зо. Помните, все-таки у нас семейное путешествие? И эти путешественники ищут себе приключений на пятую точку. Ну, вот мы нашли, с ними справились, и это, опять же, позитивно. Приезжаем мы Юрито, мини-зо. Это отличное место для семейного отдыха. Вот эта хозяюшка, между прочим, мега-позитивная спортивного телосложения девушка. Она очень заботливо относится к коленям, очень заботливо. То есть, ребята, пожалеете их, засуньте руку вы в клетку, потому что они повредят себе рога, недолго у них заживают. Она очень переживает. Начала она заниматься этим недавно. Насколько я понял с ее слов, они этим занимаются второй год. То есть, это не тот огромный питомник, а это просто девушка, которая не хочет уезжать из глубинки, из деревни, хочет развивать это место, в котором она живет и родилась. Это, опять, субъективное мое мнение, да? Вот. И она придумала мини-зо. Но это мини-зо очень рекомендует мамочки. То есть, если мы посмотрим в путеводителях, наверное, вас потащат в другой мини-зо. А в это мини-зо рекомендует мамочки, потому что здесь хозяюшка одна. Она же сама и пахарь, и женец, и надудей, и грец. То есть, сама девушка вкалывает и крутится, как может. И респект за это, и уважуха, это отдельно приятно. Им будет калеться рога. После тех мега, скажем, ощущений, которые... А мы утром выехали рано, помните, да? Вместе с вами же весь клип. У нас везде было позитивное, просто позитивные эмоции, эмоции, эмоции. И вот сюда мы заехали не зря. То есть, видите, у нас есть Никушка, она самая маленькая, у нас 5 лет ей. И это уже, наверное, ее любимое место. Здесь маленькие оленешки, ну, сколько, годовалые, двухгодовалые, и очень любят каштаны. Вот. Мы их кормили, как бы, и нам это было прикольно. То есть, понимаете, у нас семейное путешествие, и дети разного возраста. А какому-то ребенку может быть интереснее, будет Оглонская базилика, кому-то озеро черта больше зайдет. Но самой маленькой понравилась вот оленя ферма. И прям восторг. Да. А эмоции детей, ну, сами понимаете, это самое главное. Это благородный. Небольшой оленей питомник. Если вы прям коллекционируете путешествия оленей питомников, это немного не то. Но если у вас есть маленькие дети, вот это ваше. Два. Два сантиметра в день. Да. Даже два с половиной бывает. Потому что они, чем старше олень, ну, тут разницы нет. Этот в три с половиной месяца вырастает, и этот. А этих не называют муфлоны еще? из-за такого. Муфлоны это как коза такая. А, у него эти рога такие. Ну, горная коза, скажем так, правильно. Улика. Нет, это вот лань. Пятник стильный. Конечно. А все лани такие. Позитивно будет то, что, представляете, как этой девчушке здесь на селе это тяжело приходится. И вот у меня позитив в этом. То, что борется, умничка такая живет, вот смотрите, как в шикарных условиях. Банька такая, прудик, домик. Ну, человек с земли ручками вкалывает. Стоимость пресечения, ну, вы посмеетесь. Там, по-моему, 5 евро у нас стоило со взрослых, с детей, по-моему, вообще ничего не взяли. Ну, это смешно. Вру. Я вру. Пенсионерам 3 евро, сейчас подглядела, взрослым 4 евро. Дети до 3 лет бесплатно. Так вот, официально написано. Ну, в районе 5 евро обходится на одного человека, но эта бедняжка как ей тяжело приходится и насколько она заряжена позитивом и этот позитив дарит всем окружающим. Поэтому заскакивайте смело в это место, получите, ну, дополнительный позитив. Мини-зоо Юрито, если что, да? Но мы двинулись дальше, как мы могли не заехать к озеру черта? Ну, это во всех достопримечательностях. Находится она там в 5 минутах от Аглонской базилики, в 6 минутах от Юрито Мини-зоо. С парковкой будет проблема, все-таки в лесу паркуемся и пошли к озеру. Здесь всегда тихо, всегда волшебно, но надо понимать, мы приехали не вовремя. Если бы сейчас светило солнце, был бы теплый, солнечный, залитый день, а не затянуто пасмурными облаками, такими, знаете, предгрозовыми, озеро смотрится совершенно по-другому. Это идеальные формы круг, который на 17 метров просматривается в глубину, где идеальная чистая вода светло-зеленого цвета. Такое ощущение, что это природный бассейн. Для Латвии это большая редкость, все-таки это не Хорватия, но посмотрите на небо. Мы приехали в грозу, когда все затянуто облаками, когда вот-вот сейчас шандарахнет гром, и то она выглядит интересно. Значит, когда-то, много лет назад, сюда попал метеорит и проделал дырку до 17 метров в глубину. И потом, через какое-то время, сошла небольшая сель, и поэтому озеро получилось не идеально круглой формы, а чуть-чуть один край, вот как земля съехала, он скошенный. Вот на этом месте поставлен этот мостик, и, опять же, мы говорим про латвийское путешествие, но нет латвийца, который бы не приходил бы сюда, не делал бы фото, или не наслаждался с этой красотой. Здесь как-то умиротворенно, покойно, красиво. Солнышко встало бы, мы бы прям полной грудью насладились. Кстати, здесь нельзя плавать, нельзя ловить рыбу, буквально в 20 метров от этого озера можно и плавать, и ловить рыбу. Есть озеро для отдыха, это озеро для лицезрения, то есть надо прийти, насладиться визуальной красотой и ничего здесь не трогать. Ну, если бы была хорошая погода, мы бы тоже поплавали на супе, если честно, и сделали бы себе шикарное фото. Ну, такие уж мы, нехорошие. Но мы здесь посидели, мелко крапил дождик, мы все равно кайфанули, мы добрались в Латгалию, посмотрели еще одно замечательное место, озеро Черта. Сбылась наша мечта, путешествие Латгалии, и мы прям почти полной грудью за эти несколько дней вдохнули и проехали все, что могли, но нету много путеводителей, нету много информации. Закончили мы, как всегда, приятный вечер в отеле Сан-Мари. С бассейна начали, бассейном закончили, и мега позитивные ощущения от посещения Латгалии. Мы вернемся сюда, и надеемся, этот маршрут поможет вам. Но на сегодня все. Сейчас по традиции реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Гонская базилика, Билсрундлский дворец, наша гордость, наш топ, наша кухня, наш напиток, которым мы гордимся, и лучшая строительная компания Бригада 1, спонсор данного выпуска. И если вам надо что-то построить или отремонтировать, обращайтесь. Путешествие с Владимиром закончено.